МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Отечество под надежной защитой. Рязанские общественники выступили с поддержкой российских вооруженных сил. 9 миллиардов в плюсе. Федеральная налоговая служба отчиталась по сборам. С легким паром. На Семена Середы вновь заработала общественная память. С момента начала военной спецоперации на территории Украины жители нашей страны под впечатлением от количества новостей, поступающих из различных источников, в основном фейковых, делают их, видимо, для разобщения нашей страны. Не дождетесь. Не дождетесь, так думают и рязанские общественники. Сегодня они поддержали наших военных. О чем говорили Анна Грцовская. С самого начала военная спецоперация на Украине – это правое дело. Так говорят сегодня рязанские общественники и те, кто видел геноцид на Донбассе лично. Наши парни сегодня защищают не только женщин и детей Донбасса, но и всех нас. Свидетели восьми лет ужаса в Луганской народной республике в этом твердо уверены. С самого начала встал на защиту домов наших. То есть мы такие же, как и я, ребята, встали, не хотели, чтобы наши граждане, наши мирные люди прославляли фашизм, вот этот всякий бандер, вот этих вот, в свастики не носили. Ну и русскоязычный народ, русские люди. Давно уже должно было случиться то, что сейчас происходит. Просто что, ну да, вот это все, политика там не давала этого делать. А так наш народ уже достаточно настрадался, чтобы все это закончилось побыстрее. Хотелось бы, конечно, к России присоединиться, ну а там уже как наши отцы решат, так и будет. Ветеран боевых действий подтвердил, что рядом с линией соприкосновения русскоязычному населению приходилось тяжело. Из-за обстрелов дети не ходили в школу, обычные люди ночевали в подвалах. Мы вам благодарны, очень благодарны. Если бы не вы, там много людей, вот я сейчас нахожусь, как бы пионерский лагерь солнечный. Там все условия предоставили нам полностью, всем обеспечили. В школу определили детей, кого училище, кому работу подыскивают из взрослых. Получение достоверной информации о происходящем и его причинах – тема номер один. Слишком много фейков, слишком большие силы стянуты в информационной войне. Информацию нужно брать из первоисточников, говорили активисты. Большая часть – это фейки. Да, есть у нас погибшие. Есть даже на уровне генерала. И мы сейчас должны быть едины все, понимаете, поддержать наши вооруженные силы. Внутри сплотиться. Вот вместе дух такой, как у нас в десанте, как есть дух ВДВ. Вот так же, я думаю, должно быть во всей стране нашей. Россия, если посмотреть в историю, никогда начинала войны. Навсегда их заканчивают. И та контурористическая операция, которая сегодня проводится на территории Луганской и Донецкой республики, она должна положить конец, в конце концов, той информационной войны, которая длится уже определенное количество лет. Русофобия в Европе теперь норма, но остальной мир по-прежнему с нами. С каждым днем союзников России все больше, а значит, мы станем еще сильнее. В том числе, через сплочение общества. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сегодня депутаты Рязанской городской думы избрали спикера. Голосование было тайным. На пост главы были выдвинуты два кандидата от фракции «Единая Россия» Татьяна Панфилова, от КПРФ и Велина Волкова. Остальные партии со своими персоналиями не определились. Трансляция заседания думы шла в прямом эфире. Из 36 депутатов 30 проголосовали за Татьяну Панфилову. 113 млрд 608 млн рублей налогов поступило в бюджеты всех уровней от жителей региона за прошедший год. Это почти на 9,5 млрд больше, чем в году 2020. Цифры привели сегодня на коллегии, посвященной подведению итогов работы налоговых органов Рязанской области. Рост налоговых сборов в 2021 году составил от 9 до 16% на различных уровнях. И это результат комплекса мер по разным фронтам деятельности. Почти двойное увеличение налоговых проверок привело к 12 уголовным делам. Еще 36 возбудили на основании материалов о создании юрлиц с использованием подставных лиц. Еще одной важной мерой, которая привела к росту сборов, стала реализация проектов рынки и общественное питание. Обязательному и повсеместному соблюдению законодательства по применению контрольной кассовой техники. И как следствие увеличение выручки, повышение роста дохода бюджета за счет сокращения теневого оборота в сфере общественного питания. Федеральная налоговая служба России уделяет особое внимание развитию электронных сервисов. Одним из них стал личный кабинет. Здесь сконцентрирован весь набор услуг, поэтому популярность только растет. За прошедший год личные кабинеты открыли 50 тысяч налогоплательщиков. Представление новых сервисов, которые налоговая служба вводит для физлиц, упрощение процедур, бесконтактное, как уже было сказано, взаимодействие с налогоплательщиками, позволяют говорить о том, что наша налоговая служба стала по-настоящему деловым партнером, как для юрлиц, так и для физических лиц. Более того, очень часто помощникам в решении каких-то задач, которые требуют консультации, которые требуют разъяснений. Впереди дополнительные налоговые послабления и пакетные решения для отдельных отраслей. Такие меры позволят всем вместе преодолеть любые трудности, что бы там ни говорили из-за рубежа. Теперь в КУАР. Свидетельство о регистрации транспортного средства наконец-то можно предъявлять в электронном виде. Как это все работает, знает Валерий Седов. Ситуация стандартная. Инспектор останавливает машину для проверки документов. А вот развитие у нее уже от шаблонов отличается. Водитель предъявляет СТС свидетельство о регистрации транспорта. Не в печатном, а в электронном виде, как QR-код. Электронный СТС инспектор сканирует специальным приложением с планшета. Здесь, как и с обычным QR-кодом, кто ходил по торговым центрам, поймет. На дороге также. Система сканирует код за секунду и сразу же выдает результат. Документы в порядке. Да и лишние бумаги предъявлять не надо. Да нет, это буквально 3 минуты. Установил приложение, через госуслуги там зарегистрировался и все. Вводишь, там уже автоматически определяется и твое водительское удостоверение, и связь с твоей регистрацией, и транспортное средство, которое за тобой зарегистрировано. И все. Потом просто нажимаешь кнопку «Предъявить СТС» и все, оно показывает. Пока приложение в стадии тестирования. Называется оно «Госуслуги авто». Скачать его может каждый. Приложение само загрузит данные из базы ГИБДД. Но, как в крылатом выражении, есть один нюанс. В настоящее время приложение работает в тестовом режиме, и наличие оригинального документа обязательно. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1 правил дорожного движения, где определен перечень всех документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудника полиции предъявлять для проверки. Показывать QR-код не единственная функция тестового приложения. Оно ищет и помогает оплачивать автомобильные штрафы, проверяет автомобиль на наличие ограничений, записываться на регистрацию авто, получить или заменить водительское удостоверение. Пока, конечно, это все апробация. Однако не исключено, что скоро в таком режиме автоинспекторы будут работать постоянно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Любители пара, пришло ваше время. На Семена Середы после реконструкции распахнул в свои двери общественная баня. Все оборудование уже переведено в активный режим. Первые отзывы фанатов веника и парилки в нашем следующем материале. То, чего самая, можно сказать, паразависимая часть рязанцев ждала почти два года, свершилось. Бани на Семена Середы снова в строю. На смену старому еще советскому комплексу пришли современные иностранцы. Итальянский котел, горелка, бойлеры. Существенно обновлены раздевалка, помывочная, парилка. Полностью установлена котельная. Заменены коммуникации. Отопление, водоснабжение, электрика. На сегодняшний день мы встречаем гостей с 7 утра до 22 вечера ежедневно. Пенсионерам действует система скидок. А также разрабатываем систему абонементов. Первые посетители в полном восторге. Говорят, париться стало по-настоящему приятно. Перерыв был достаточно большой. Приходилось перебиваться, ходить в другие бани, порой не в черте города. Цена адекватная. Меня лично устраивает и парилка, и цена, и все. Общественная баня хорошая. Ходили как-то на Грибоедово давным-давно. Здесь чуть лучше, да. В другом крыле женском все тоже работает как часы. И главное, помимо, собственно, пара, здесь есть, что предложить даже любителям массажа. Два профессионала уже ждут. В дополнение к хорошему пару у нас всегда мы рады предоставить услуги нашим гостям, как мужчинам, так и женщинам. Услуги массажа, услуги парильщика, спа-процедуры. Массаж у нас есть медицинский, оздоровительный, антицеллюлитный, ног, шеи, головы. То есть очень много разных вариантов. И, конечно же, у нас всегда работает кафе, где мы очень рады видеть всегда всех наших гостей. И там можно приятно провести время и вкусно покушать. Цена билета даже после ремонта изменилась не сильно. 450 рублей. Но теперь это три часа, а не два. Все шкафчики на электронных ключах-браслетах, пенсионерам скидки, ярым фанатам пара – абонементы. Их введут в середину марта. 3 марта во всем мире празднуют День писателя. Эти творческие люди своей деятельностью могут порадовать или огорчить, принести добро в сердце читателя или заставить его задуматься. От писателей во многом зависит развитие общества, ведь во все времена книга являлась неотъемлемой частью жизни людей. Рязанская писательница Светлана Алафинова широкому кругу читателей известна книгами в стиле фэнтези. Истории для ее произведений, говорит автор, приходит к ней как в результате общения со своими знакомыми, так и совершенно волшебным способом. Очень интересно с них сняться. Прямо буквально сказочные. Самое главное их успеть, скажем так, запомнить и не забыть, и раскрыть. Просто в голове, что запомнил, то успеваешь записать, потом перечитываешь, раскрываешь его более подробно, более интересно. И вот так вот получаются какие-то темы новые. Ну и дальше уже, чтобы еще шире раскрывать, ну и интернет в помощи, это естественно. Там тоже много можно найти информации, и в том числе полезной. Подсказки и образы для тем, которые раскрывает Светлана, просто необходимы, ведь некоторые ее книги имеют ведическое направление. Они способны не только увлечь ребенка или взрослого в сказочный мир, но и раскрыть в человеке духовность. Начинали верить в себя, в свои силы. То есть не надеялись на какую-то помощь свыше. То есть я не отказываюсь, что она есть, эта помощь, она на самом деле существует. И все мои герои, проходя определенные испытания и приключения, получают эти вот какие-то силы, получают какие-то помощи. Но тем не менее, если они сами не применят каких-то сил, то маловероятно, что у них что-то получится. Удача сопутствует храбрым. Вера в чудеса, во что-то светлое, интересное и сказочное, в то, что приносит положительные эмоции. Именно об этом книги Светланы. В ее мирах учителями становятся гномы, гоблины, волшебные феи. А некоторые герои созданы по реальным прототипам. Это дети Светланы, а также домашние животные. И опять же нашу Пипу взяла. А Пипа наша, она такая с разными глазами. Один побольше, один поменьше. Ну и вот, срисовав примерно ее образ, получилось такое вот существо по имени Пуча. А Пипа – это собачь? Пипа – это собак наш, да. Сейчас классика, мне кажется, даже современным, скажем, читателям менее интересна, чем современная литература. Вот. Классику я, судя по своим, только знаю. Они читают, благо, если читают, это школьная программа. Может быть, даже и пора переводить. Но я не то, что хочу сказать там на полностью фэнтези или на полностью что-то, но что-то давать из современных, скажем, авторов, почему или нет, заинтересовать ребенка. По мнению Светланы, приключения с моральным подтекстом и сказочным сюжетом могут заинтересовать каждого. Ближайшее издание как раз такое. Сила трех, а феи-то существуют. Уже скоро эта книга будет доступна всем фанатам фэнтези. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Современность наполнена тревогой, потерей смыслов и обязанностей. Но чистоту и красоту окружающего мира, ловить связь вечного и временного способна только искусство. В выставочном зале Рязанского областного художественного музея стартовал проект «Маргоски». Это название определено женским славянским праздником во славу жен-мироносец. Эта выставка стала уже традиционной. В четвертый раз в начале весны проект открывает свои двери для зрителей. Неизменным остается одно условие – участие только женщин-художников. Ушли с бытования слова и символы праздничных гуляний, посвященных празднику женщин в Маргоском. Но память об истинной природе женщины сохранилась. Это посвящение истинной женщине, природе женщины. А женщины мы до сих пор являемся женами-мироносецами. Мы сохраняем мир в своем доме, мир в стране, мир в обществе, рожаем детей. Поэтому я считаю, что роль женщины в современном мире громадна. И именно наши московские художники показывают мир женщины, мир художника. И призываем вас, приглашаем прийти на эту выставку и присоединиться к этому гимну женщине. В произведениях московских художниц, с чьей работы можно увидеть на выставке, переплетены чувства и эмоции, которые и создают образы, а в целом ведут к единому началу – женщине. Это пейзажи и натюрморты, портреты и жанровые картинки. Живопись, графика, литография, даже каллиграфия дополнены керамикой от современных мастериц. Разнообразие техник и жанров искусства, между тем, едино и дышит одним женским началом. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова